всем привет дорогие друзья с вами я тут мы с вами продолжим играть мою кофейню и у нас появились новые квесты давайте посмотрим итак в кофейне появился новый гость поговорите с ним давайте пообщаемся добро пожаловать что случилось одна моя знакомая передает вам витрину для печенье с предсказанием вы сможете делать праздничное блюдо а посетители готовы хорошо за них заплатить так в чем проблема передавайте скорее не уверен что предсказание правильное в моем говорилось что при исполнении заветной мечты а это невозможно давайте сначала установим витрину а потом разберемся с предсказаниями звучит как на предложение от которого невозможно отказаться установить эту витрину она скоро появится у вас на складе хорошо а потом что а потом мы организуем доставку вкусняшек на дом расскажите-ка поподробнее собирайте заказы а я их доставлю за каждый выполненный заказ вы получите деньги и специи соберите 30 заказов и золотой подарок ваш супер как собирать заказы поместите заказанное блюдо в мою машину давайте потренируемся выполним первый заказ окей и так друзья пока ничего не понятно что нужно будет делать но традиционно мы делаем что мы нажимаем на машинку мы принимаем заказ мы начинаем выполнять этот заказ и таким образом повторяем 30 раз но на самом деле чуть поменьше для того чтобы можно было выполнить квест этого нового молодого человека я так понимаю что крест будет посвящен наверное дню свинту святого валентина до 14 февраля и именно к этому идет у нас наш новый ивент ну а что из этого выйдет мы узнаем с вами чуть попозже когда я выполню 30 заказов так друзья мы продолжаем у меня сейчас получается накоплено собранных 29 заказов и до 29 и есть один последний заказ кстати не заметил как и 29 сделан думал двадцать восьмой и 29 заказу такой сложный я конечно попробую его собрать за него дают вроде как золотой подарок но чё-то какой-то он слишком замороченный смотрите здесь и мускат и кардамон и шафран и все нужно по три а здесь еще роза кардамон и шафран и тоже по 2 просто жесть какая-то дорогой короче который получается последний тридцатый подарок не знаю не нравится мне такая вот вещь но это неважно важно то что мы можем теперь наконец-то начать общение с эндием который мне жутко не нравится какой-то такой мерзкий такой неприятный вам нравится скажите его морда или нет вот лично мне очень не нравится но это не мешает опять-таки общаться с ним и получить наши плюшки и подарки давайте выполнять квест и так давайте-ка мы его сейчас с вами найдем вот она у нас сидит ну что первый заказа готов вы уверены что ваша мечта не исполнится уверен во френд-зоне моей николь застрял я почему вы так странно разговариваете это же йода я обожаю кино и николь а она говорит что хотел бы найти такого парня как я разве вы не такой парень как вы и видимо не совсем вы говорили о своих чувствах наконец дождался подходящего момента в городке начинается кинофестиваль мы пойдем туда вместе и я приглашу николь на свидание удачи спасибо поздоровайтесь николь когда она придет окей так ну что вот они тут типа сидят такая николь сидит все дела что же думает николь на знак вопроса окей так ну что попробуем соединиться хотя мне и очень не нравится этот мужчина парень как хотите короче в общем жуткий негатив у меня по отношению к нему не знаю почему но николь мне нравится да конечно окей так теперь нам нужно будет пообщаться видимо с николь когда она придет да а где же у нас николь а вот и николь привет николь добро пожаловать николь привет-привет рада вас видеть я приехал встретиться с парнем моей мечты о ком это вы самым красивым и талантливым актером мире оскаре голди он представит свой новый фильм на кинофестивале оскар в роли принца просто прекрасен и красив и и прекрасен похоже он вам очень нравится да мне даже приснилось что мы с оскаром были спецагентами на задании и что вы делали целовались супа отдала за то чтобы быть с ним или чтобы получить автограф но как пробиться через толпу сумасшедших фанаток да еще и безбеливета на фестиваль вы не купили билет они в секунду разлетелись я и морду не успела не то что заказ оформить ну как же вы попадете на фестиваль не знаю может у энди есть какой-то план поговорите с ним руки так ну все понятно в общем николь нравится актер ну а энди нравится николь да вот такая вот петрушка ладно окей давайте давайте пообщаемся теперь с энди ну что расскажем ему что николь влюблена в оскаром да что все это в нем находит на людях не проявляется с фанатами не общается весь из себя такой таинственный уверен это просто пиар что вы имеете ввиду оскар голди обыкновенный смазливый актеришка который постит селфи на фоне закатов и прячется чтобы касаться особенным судя по николь ему это по не удается она мечтает а его автографию но это нереально охранники никого к нему не подпускают а вот николь расходится расстроиться отлично смысле я достану билеты на кинофестиваль николь не пустит к оскару и он ей раза нравится давайте выполним три заказа и поговорим окей но три заказа у нас уже с вами выполнено в общем я так чувствую что наверное он не самый хороший партнер для николь короче не знаю душа мне к нему лежит но мы продолжаем друзья и так здрасте смогли достать билет на стиваль фух занял чуть ли не с тысячу человек но все-таки нашел троюродного брата друга знакомого он в комитете фестиваля и обещал нас провести и делаю молодец молодец николь тоже так говорит и всегда добавляет что я ее самый лучший друг друг идите с ней на фестивале признать и своих чувствах а вдруг он не сработает мы не нужны гарантии или хотя бы отсрочка спросите посетители как выйти из френд зоны окей ну что давайте пообщаемся с посетителями вначале глянем с кем пообщаться надо хотим не это точно не поможет но ватсон билл королевы мэрием прокофий петрович рон фернандо маргарет попробуем набрать и так петрович как выйти из френд зоны ну что значит выйти из френд зоны но это значит перестать быть другом а тогда пойдет мой волшебный отбойный молоток пара минут работы в полночь и вуаля у вас больше нет друзей в этом городе окей отличный вариант мне очень нравится давайте с вас мы поговорим ватсон как выйти из френд зоны ну что будет нужно в нее не заходить или вернуться по своим следам окей тоже интересно так что нам скажет фернандо фернандо как выйти из френд зоны делайте что угодно только не надевайте платье принцессы почему видели фанатах оскара голди все как одна выродились принцессами чтобы его привлечь как у него только френд зона не трескается окей королева как выйти из френд зоны напишите сообщение с признанием если вам откажут скажите что не туда отправили окей кстати да прикольно так петрович что-то еще хочет нам сказать но нам петрович не нужен нам нужен кто-нибудь еще так так ну что а что хотел петрович вообще во что хотели говорят вы можете будущее предсказывать с чего вы взяли но слух дошел что у вас есть печенье с предсказанием вот бы такой попробовать а запивать буду праздничным чаем с анисом корицей и лимоном окей это что мне нужно будет заказ что тебе сделать или что такое приготовьте ему праздничный чай с анисом корицей и лимоном ну давайте приготовим с анисом да вот кстати у нас еще такие вот штучки появились он для того чтобы стало праздничным очень много рецептов новых появилось с приставки праздничный но друзья вы все это знаете с анисом корицей и лимоном так нет что-то он еще хочет ну-ка сейчас еще раз посмотрим праздничная чай 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 с анисом корица я чё приготовил не чай конечно вот чё окей так ну-ка ну-ка петрович где-то тут у нас вот тебе вот ваш праздничный чай ух спасибо интересно как вы предсказание печенье попалась и какой же ядрёвая макароны печенька говорит что я буду ленивым и голодным прям так и говорит но здесь написано без труда не выловишь и рыбку из пруда но вам все равно спасибо 5 алмазиков благодарен отлично так давайте пообщаемся с маргарет ну что маргарет как выйти из френд зоны умереть ради любимый окей тоже вариант что нам скажет про кофе про кофе им как выйти из френд зоны а зачем из нее выходить там хорошо тепло и тихо немного одинокая но зачем зачем тоже существуют коты окей что скажет бил бил как выйти из френд зоны очень просто нажмите на крестик верхнем углу из и френд зоны закроется окей так много вариантов что нам скажет рон рон как выйти из френд зоны я бы для начала согласился в нее попасть а там уже разберемся тоже логично что нам скажет на и рим на и рим как выйти из френд зоны совершить подвиг убейте дракона сразитесь с ветряной мельницей ну или забейте победный гол окей так отлично по-моему мы всех опросили дам ну давайте поговорим опять центе ну что перескажем совет как выйти из френд зоны урбора подробно совершить подвиг что-то невозможное ради прекрасной дамы и тогда она согласится на свидание что будете делать убить дракона наверняка он в красной книге так что нет николь хочет автограф оскара она его получит и как вы доберетесь до оскара пока не знаю но ради николь я готов на все даже пробираться сквозь толпу смошедших фанаток уверен должен быть способ попроще может у вас есть идеи ну подберитесь к оскару как спецагенты супер мы с николь полезем под темной вентиляционной шахте с крутыми гаджетами вырубим охранников и поцелуемся на фоне взрыва но где взять гаджеты так мы можем про спонсировать с пиц операцию за 499 алмазиков но друзья это не наш путь поэтому мы пойдем без гаджетов жаль конечно какие у нас еще есть варианты но подберитесь к оскару как-нибудь как фанатки принцессы я в платье ох только ради николь сама она очень любит наряжаться к тому же мы легко затеряемся и не будем привлекать внимание но где здесь наряды так опять нам хотят смотрите-ка как фея крестная подарить на 199 алмазиков на платье придется обойтись без платьев ладно попробуем просто пройти на фестиваль а там как повезет поговорим после шести заказов окей шесть заказов у нас уже есть мам с николь удалось подобраться к оскару оха не спрашивайте все болит голова спина николя с чего это снаряжение и платьев не было поэтому к примерке оскара пришли гримерке оскар пришлось лезть через высокий забор николь перебралась 1 я услышал желтый скрик и поспешил на помощь что произошло под забором были кусты роз о как романтично уху прям до боли пока мы вытаскивали шипы из разных мест заметили двух охранников у черного входа в гримерку как вы пробрались мимо них никак я побежал прям на них с боевым воплем но они отскочили и я с размаху открыл дверь своим лбом а в гримерке вы увидели звезду и даже не одну но когда они рассеялись стало ясно что там никого нет и ничего абсолютно пустая комната может вы гримерки перепутали нет там была табличка оскар голди у меня она на лбу отпечаталась охранники выкинули нас фестиваля но зачем они охраняли пустую гримерку обязательно спрошу голди как только найду его вопрос как это сделать открыть печеньку с предсказанием вдруг она подскажет я больше доверяю современным технологиям вроде бил может найти что угодно да я поговорю с ним спасибо а я пока подоставил оставшиеся колючки ok так друзья ну давайте с билом пообщаемся нужна ваша помощь это вопрос любви и френд-зона что мы с мэри не можем быть во френд-зоне мы поженились или это так не работает успокоить билла и рассказать о плане инди фух помню свою эру френд-зоны как хорошо что она закончилась ладно ради великой любви помогу найдите пожалуйста где живет оскар голди хорошо но на это понадобится время вы как раз успеете сделать с инди 9 заказов ok так ну что били где живет оскар голди как это везде на его имя забронированы самые шикарные номера во всех отелях города вот только он ни в одном из них не появлялся так где же я задался тем же вопросом хлебнул кофейку и нашел автобус какой еще автобус персональный автобус оскара голди он приехал ночью и припарковался недалеко от места проведения фестиваля неужели оскар путешествует на автобусе вода на огромном можно так сказать пятизвездочном автобусе петрович может подтвердить а он откуда знает на записи камеры видеонаблюдение видно что петрович чинил колесо автобуса поговорите с ним окей так петрович 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 камера сняла как вы чинили колесо у одного автобуса ничего я не чинил это видеомонтаж и никаких автобусов не видел небольших не огромных про размер не было речи вы себя выдали его не попадал спичинка с предсказанием несу и нас чужие дела оторвут а вам с предсказанием врать нехорошо ладно расскажу это очень странный автобус казалось будто там десяток людей и все говорили одним и тем же голосом как по радио что ли не совсем кто-то пел кто-то тем же голосом читал стихи и отвечал на вопросы и все это одновременно как это возможно вот и мне интересно стало только я глазом проник к окошку как голос сказал что лучше мне не подглядывать а иначе придется меня этого того самого прям того самого уху так что я вам к этому автобусу лезть не советую а то может и вас того самого лучше вон с инди поговорите окей как жизнь но мы нашли где мистер голди но есть кое-что странное более странное чем охрана пустой гримерки ну да тип того в общем расскажем про странный автобус лаба-баба-баба-баба-баба-баба может мистер голди это не один человек может их несколько трое например трое близнецов троняшки ну чем больше оскаров тем лучше это вам даже в идеале он скажет если мистера в голде трое это круто почему это круто хоть у одного я автограф точно возьму а селфи какие прикольно замутить можно но это не объясняет пустую гримерку и видимо братья голди не хотят чтобы кто-то узнал их секрет поэтому окружают себя такой таинственностью что-то тут не сходится лучшей версии пока нет думаю живут мистер и голди в этом автобусе мы почти у цели николь тоже есть какая-то информация поговорите с ней окей так николь где николь по моему ее нет а нет вот она вы узнали что-то важное про оскара да я решила выяснить какое оскар следующий пункт программы для начала я проанализировал все его фото в инстаграме ну и какому выводу вы пришли что он красавчик потом пообщался с ярыми фанатками но они только твердили ах оскарах лапочка бусечка фу в общем-то он мой люблюнчик так ну давайте умилимся потом я попробовала есть печенье коз предсказанием загадать на кофейной гуще на курином бульоне мне открылось что скоро у оскара будет фотосессия но это вам бульон подсказал не это официальный сайт случайно зашла и знала про фотосессию а еще что оскар будет сопровождать полиция ватсон он наверняка что-то знает я пытался расспросить его но он только многосначительных мыкал может вы узнаете подробности окей так давайте давайте попробуем с ватсоном пообщаться на эту тему поговаривают что полиция будет сопровождать оскара голде все просто с ума посходили с этим актером надо будет наше оцепление но больше я вам ничего не скажу потому что это секрет ну потому что я сам ничего не знаю пока что а когда узнаете полную информацию получу сразу перед миссией соберите 12 заказов тогда и спрашивайте окей на 12 заказов узнали что и где у оскара фотосессия читайте по губам секретно разглашение не подлежит кто говорит о разглашении назовем это дружеским участием нет нет и нет даже не просите не могу рассказать но могу рассказать кое-что другое не надо нам другое вы просто расскажите да вы послушайте один чудак решил сделать предложение возлюбленным в романтическом месте на вершине дамбы что романтично в дамбах с ее высоты такой вид до гостей пробирает горе любовник не завязал даме глаза привел на дамбу стал на одно колено и туда как завяжет отчасти от ужаса оказалось дамочка боится высоты воды и серьезных отношений тройное попадание ну да но вид с дамбы и впрямо впечатляет особенно на закате посадите инди как-нибудь свозить туда николь сегодня например окей так перескажем уму историю ватсоном ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла вот она вот куда оскар поедет на фотосессию но охрана к дамби нас на путеше на пушечный выстрел не путь не подпустят что будете делать нужно сцепать оскара по пути туда проберемся в автобус и застанем его врасплох как вы на ходу проберетесь в автобус ну как в кино конечно пойдем на абордаж как пираты ой-ё-хо-хо и ромовая баба ну и что что море нет нас стоит они остановят какие еще варианты ну инопланетное вторжение энди звонить домой и на альфа центавра они присылают летающая тарелка вертолета и вы похитите оскара в общем короче положиться на судьбу и как герои арт-хаус на фильмов но еще можно знаете вот подкинуть им алмазиков у так никаких алмазиков не хватит ни пиратских сокровищ не контактов третьей степени просто поедем с николь на дамбу и будь что будет поговорим после 15 заказов ok так ну что от заказов у нас уже готовы давайте пообщаемся ну вы попали на фотосессию оскара как героя арт-хаус на фильмов мы ехали в сторону угасающего солнца когда двигатель машины захлянулся собственным кашлем дальше вы пошли пешком мы бездумно брали по пустынному шоссе в траектории перекати поле сносимого ветром было больше смысла чем в нашем путешествии почувствуем как мир вокруг тускнеет позади нарастал шум мотора это знак беззвучно прошептала перекати поле автобус нет рот ему приближался так припомнить телефончик знакомого психотерапевта мы с николь остановились наши глаза встретились в биение усталого сердца напоминала об ударах который нанесла судьба в мои 19 лет автобус оскара пронесся мимо как жаль подумал я и пустота поглотила меня николь расскажет вам остальное если в этом есть какой-то смысл николь вы видели автобус оскара что было дальше мы пошли к дамбе но застали только его людей они расставили технику пофоткали заказ закат и уехали но самого оскара не было ну расстроились что не получили автограф немного но больше я расстраиваюсь если энди не прекратит депрессовать и разговаривать с перекати поле но почему все-таки оскара не было на собственной фотосессии хороший вопрос интересно как на его сайте это прокомментируют энди уже наверное узнал подробности от кей а мне кажется они потом его при фотошопе туда на фотографии и что вообще никакого вот этого оскара не существует это какое-то подставное лицо давайте пообщаемся с энди ну что узнали почему оскара не было на фотосессия на его сайте сказано что был и даже выложили фото на фоне заката может актер был в другом а в другое время нет время тоже николь сделала пару кадров заката и на ее фото облачка форме барашка как и на фото оскара очень странно а что если нет это бред что если оскара похитили держит заложника всех троих еще это вы взяли ну смотрите пустая гримерка охрана на каждом шагу автобус оскара которым не было оскара а теперь еще эти фотографии поговорить об этом с ватсоном не поверят он убежден что мы совсем сбрендили с этим своим оскаром нужен другой вариант но давайте с мэри поговорим точно она знает как создать резонанс передам ей все свои материалы поговорите с мэри после 18 заказов и так 18 заказов у нас уже готовы давайте поговорим с мэри только вот где она у нас публиковали материалы похищение оскара еще бы это сенсация фанаты уже слезами двине улице затопили и что теперь будет начнется расследование поиски сбор средств для семьи похищенного хотя погодите нет похоже все обошлось почему это такое на сайте оскара только что появился проведение тут говорится что фотография материале похищения были сфабрикованы но это неправда но это еще не все чтобы убедить фанатов что его не похищали оскар проведет онлайн-трансляцию расскажите об этом энди окей так энди вы слышали что оскар пройдет онлайн-трансляцию да но вдруг его держит заложника и заставляют прочитать заготовленный текст ну и что делать отправляться на его спасение конечно иначе как я получу автограф и добьюсь свидания с николь но как вы это сделаете легко в смысле пока не знаю наверное сначала нужно узнать откуда будет идти трансляция обратимся к белу я не знаю лучшего спеца тем более он единственный спец которого я знаю поговорите с ним окей били мил мне нужна ваша помощь одежда помощь а то одному мужику была нужна одежда а в конце фильмы его в раскаленном металле расплавили что еще так оскара я уже помог одному актеру с этой просьбой и вам помогу что конкретно нужно узнать откуда будет идти онлайн-трансляция на сайте оскара голди а как раз хотел бы опробовать новый вирус смысле многофункциональную программу что это вообще законно а разве закону похищать всемирно известных актеров давайте поговорим после 22 заказов окей а заказ у нас готовы мы с ним готовы пообщаться ну что от узнали откуда будет эти трансляции оскара есть одна новость с какой начать с 1 ну так как не хотелось не начинать мой многофункциональный вирус оказался более многофункциональным чем я думал он ожил и разрушает города но если бы он нашел откуда будет идти трансляция оскара и поделился этим со всем миром вроде не так уж и страшно но если вы планировали секретную операцию то теперь учтите тысячи фанаты которые окружили автобус оскара перейдите передайте тренде окей так ну что расскажем ему все как было даже моей бабушке пришло сообщение про трансляцию теперь добраться до оскара если он вообще там будет практически невозможно вы сдаетесь ни за что к автобусу все еще есть два пути с воздуха или из-под земли так наймете армию кротов или петровича с землекопайкой 50 тысяч фанаток и петрович с отбойником это провальная затея лучше спрыгнуть на автобус парашютом вы раньше так уже делали нет но раньше я не любил такую девушку как николь да вы романтик ой ну вы меня засмущали мы не надо готовиться к прыжку а вы поговорите с николь насчет аренда самолета окей энди собирается прыгнуть толпу фанаток у а когда он успел так прославится фанатки не его а оскара энди спрыгнет на автобус парашютом а сейчас арендую его любимый звездолёт тысячелетий дятел и вместе прыгнем в толпу фанаток х серьезно это его план совсем уже но это же все ради меня надо ему помочь арендовать самолёт и парашют поищу варианты какие варианты если заплатить 289 алмазиков энди сразу полетит к оскару если собирать 27 заказов он тоже полетит но гораздо позже но у нас заказы уже готовы поэтому будем выполнять 27 заказов хорошо дайте мне знать если передумаете окей так из что с кем теперь нам нужно говорить наверное с энди так давайте сбилом вы разобрались с вашим вирусом естественно я забрал более совершенный вирус который победит первый кто победит второй вирус упс об этом еще не подумал окей так ну что энди вернуться с операцией по поиску оскара да ура ура автограф у меня поздравляю ваша мечта исполнилась даже не верится я единственный у кого есть автограф оскара ну кроме его продюсера и юриста и его мамы значит планы иди сработал практически он приземлился на крышу автобуса сначала для фантатки подумали что это прилетел сам оскар ну наверное они накинулись на бедного парня с парашютом разорвали на сувениры и в смысле парашют разорвали а энди проскользнул в люк автобуса и закрыл его за собой через минуту в окне автобуса появился оскар наверное энди убедил его показаться публике скорее всего оскар улыбался и посылал воздушные поцелуи и я один поймал теперь пойдете на свидание с оскаром вы что он меня не звал на свидание с энди ой точно конечно я ему так обязан а еще он сказал что у нас будет серьезный разговор ну наверное хочет сказать вам что-то важное может что-то про оскара мне уже не терпится но сначала инди хотел переговорить с вами окей так но есть подозрение что оскар и энди это одно лицо вот так вот друзья судя по всему мне на самом деле такое подозрение возникло с самого начала когда появился этот таинственный оскар но надо сказать что оскар мне нравится больше чем энди но давайте пообщаемся с энди ну что вы как головой немножко ударился но все равно мне лучше чем оскару а николь сказала что он в порядке и автографы у него взяли а вам лапша не мешает какая лапша ну то что у вас на ушах сейчас я вам ее снимать буду всю правду расскажу ну давайте что было в автобусе здоровенный экран на нем шла трансляция а рядом сидели родители оскара у вы видели его маму и папу так как вы все это объясните это были его создатели один говорил в микрофон текст оскара второй выбирал на пульте эмоции а третий управлял движениями вот друзья и такого даже не ожидал подмегивание воздушный поцелуй зачем они это сделали что все это значит то что у оскара не существует он виртуальная модель идеального актера улыбка брэда питер глаза джеки чана попа арнольда шварценеггера в молодости говорить и головой ударились сильно да что у меня кофейня закружилась приготовьте праздничный американо с колганом и продолжим разговор окей ну давайте сделаем праздничный американо с колганом так колганчик есть где наш герой энди ну так вы говорите оскар виртуальный актер именно теперь он не только виртуальный есть и роба оскар ему в автобусе даже руку жал как настоящий что происходит зачем вообще создавать роба оскара х зачем создавать самого обаятельного и привлекательного актера чтобы зарабатывать на нем огромные деньги конечно но почему создатели держат это в секрете но если мир об этом узнает они все потеряют судя с судя с настоящими актерами вам это создатели оскара так запросто и рассказали у них не было выбора причинить мне вред они не решились поэтому потому что у автобуса была толпа людей вместо этого они предложили сделку что они вам обещали если я сохраню тайну оскар снимется в моем фильме у николь останется ее мечта а вам достанется награда ну звучит заманчиво если рассказать миру правду моя карьера будет разрушена мечта николь тоже про награду я вообще молчу что же выбрать прям даже не знаю я бы конечно честно говоря рассказал всему миру правду но наверное давайте мы с вами выберем секрет получим награду и забудем об этом что выбрать друзья я не знаю как я хотел чтобы вы подсказали напишите что вы выбрали бы первое либо второе первое либо второе не знаю ну ладно давайте выберем второе так тому и быть я организую николь встречу с робо оскаром она будет счастлива поговорите с ней когда она вернется окей николь ты куда ушла подружка моя дорогая на тебя ждать что ли придется в общем короче николя организовали встречу а мы ждем друзья ждем так ну вот николь пришла у нас давайте с ним пообщаемся ну что как вам фотосессия с оскаром потрясно круче чем в моих мечтах вашему счастью нет предела абсолютно и еще больше я счастлива к тому что оскара не похитили и у него нет никакой страшной тайны инди вам так сказал давно мне кажется что инди немного грустит но может свидание со мной его порадует хи-хи определенно спасибо что вы были рядом все это время еще увидимся пока так ну что вот такая вот интересная у нас история получилось не досталось николь энди или энди не достался николь и николь остался своей фантазии я даже не знаю наверно нужно было рассказать правду мне почему-то кажется что все бы открылась совсем по-другому то есть энди значит получается рассказал правду и николь бы может быть разлюбила свою мечту или еще что не такое в общем друзья кто выбрал другой вариант пожалуйста напишите что-то был мне это очень интересно всем большое спасибо что смотрели приходите еще будет много всего интересно всем пока пока нет друзья вы от меня так просто не уйдете нет это еще не конец мы еще продолжаем проходить ну что вы заключили сделку создателями оскара да когда подписывал договор было ощущение что я делаю что-то плохое казалось сейчас заиграет зловещая музыка закаргают вороны но ничего такого не произошло не вообще эти шарлатан оказались приятными ребятами но что-то не так да я вроде должен радоваться но мне немного грустно что у меня купили зато мечта николь не разрушена а еще что еще мы с николь идем на свидание вам тоже достанется награда за это непростое решение а розовый подарок спасибо вы что-то и хотели сказать моя мама завсегда говорила жизнь как золотой подарок никогда не знаешь что внутри красиво сказано давайте выполним 30 заказов и вы сможете проверить что будет в вашем золотом подарки и вот теперь друзья все приходите еще будет много всего интересного